Добру пожаловать в мой подвал моего замечательного замка, где я собираю из разных частей тела мертвичину. Короче, здесь все не очень интересно в моем подвале, ну кроме как тут, смотри, легкие прокуренные блюватня, бомжа, сломанный унитаз, кости мамонта, кошак живой, кошак живой у некроманта. Хорошо, что я из него не сделал какого-нибудь каннибала. Че сказал? Не, ну кот, конечно, полезный, он таскает мою некромантическую книгу. А это я, вот этот бородатый красноносый с фенгалом зеленым алкаш, носящий стоматологические приборы и шаманскую какую-то приблуду, позволяющую оживлять мертвецов. Короче, все, что здесь находится, можно обгрыживать, но это неинтересно и интересно в игре. Пойдем выйдем из замка. Ну кому оно нужно? Это чудо-существо. Раз, рука, два, нога, туловище и башка. Получился мертвечок, будет у него все ок. Будет ок. Будет ок. Будет ок. Потерялась рука, отвалилась нога. У собаки слюнки от твоей кистюльки. Ничего не беда. Некромант решит проблему. Бросим кости на столы. Ритуалы и костры. Призываем мы мосты. Собираем мертвеца. И даруем жизнь. Криво косо собран зомби. Ходит, он шатается. Дети плачут и орут. Взрослые в истерике. Хватают виллу факела. И идут на замок некроманца. Надавать ему леща. Надавать леща. Надавать леща. Значит, вот он мой замок. Вот эта развалюха, это мой замок. Крутой. Ничего не говори, он крутой. Даже не важно, что тут какаха какая-то свисает. А, это лестница, да? Короче, настолько она пиксельная, что даже непонятно, лестница ли это или какаха. Или вообще это личинка какая-то свисает. А вот самая интересная вещица в этой игре. Ритуальный стол, на котором мы будем собирать мертвичинку. Но мертвичинку собирать можно кривую косую, но по определенным стандартам. Две руки, две ноги, тело и бошка. Значит, сейчас мы попробуем это сделать. Туловище, фитоняшки, башка пробитого боксера, дрещавые ноги, сабля казака, щит, конечно. И вот у нас стандартный скелет. Но кому он сдался, стандартный скелет? В топку его. Давай мы сделаем два щита, поставим, короче. И посмотрим, как он будет сражаться. Потому что щиты созданы для того, чтобы защищать. Правильно? Так что оживляем мертвеца. Вот так вот он выглядит. И теперь выпускаем его из замка, чтобы он ходил и собирал нам ресурсы. Давай, дуй. В телегах у нас слитки. В душах вот эти светящиеся, это души мана. В могилках, естественно, кости. Ну и помимо всего этого прелестного, прекрасного, есть здесь еще строение, которое можно захватывать. Вот, например, шахта. Переключаемся в режим управления скелетом. И теперь он под моим контролем. Я могу им ходить, куда захочу. Вот сейчас я иду захватывать шахту. Все, она наша. Ресурсики будут капать нам каждый день. Для этого в игре реализована смена времени суток. О, на нас напали так быстро. Да еще и кто. Гляди, это же поганые грибы. Сейчас будем отбиваться. Для этого мы же насобирали кучу костей разных. Будем сейчас мастерить мечника. А вернее ассасина. По две руки с саблями втыкаем. Оживляем. Иди и отвоевывай наше царство. Прекрасно, он всех размотал. Просто вышел и всем бошки поотрезал. Правильно же, у грибов есть ножки и бошки. Нашел, нашел грибное царство, где появляются эти грибы. Сейчас мы будем разматывать их... Что это, мох? Логово врага, короче. Мшистый покров, из которого вылупляются эти гады. И, пожалуй, еще и братюню позовем. Братюнька, иди к нам, помоги. А то пока мы будем разматывать здание, эти чучмеки будут выбираться из него. Боксерчик подтянулся, но теперь дело пойдет быстрее. А вот и лысые блохи вылупились вместе с погаными грибами. Причем они срать хотели на моих скелетов, которые их изничтожают. Они бегут целенаправленно в некромантскую башню, чтобы меня схавать. База грибных блох наконец-то уничтожена. За каждое уничтоженное логово мы получаем крутые рецепты. Например, этот рецепт дает плюс один к броне моим скелетам за каждую постройку башни. Наверное, этим мы сейчас и займемся. Строим бронзовую кузню, уровень 0. Вот мой говнистый замок. Улучшаем его. О, он стал выше. И лестница нормальная появилась. Ну, прям евроремонт. В нашей погребной яме изрядно поднакопилось костей. Можем соорудить какого-нибудь мутанта. Например, арбалетчика в броне. Да, средневековый Рэмбо, который будет раздавать всем стрелы. О, как он круто выглядит. Выпускаем на свободу. И сразу же берем его под свой контроль. Ха, выпустил на свободу. Еще бы, конечно, найти бы здесь вражин, чтобы всадить пару стрел в них. Скелетная братва воссоединилась. Теперь это можно назвать армией мертвых. Захватим обсерваторию. Мы же не просто скелеты тощие, мы же еще и ученые. Склеп нашел. Надо бы забрать его себе. Там же куча гостей. Каждое утро будет приносить мне по косточке. Алтай. Будет ману по утрам мне давать. Тоже хорошечно. Снова напали. Комары и кровавые брюха. И наш арбалетчик в действии показывает, насколько он эффективен против них. Красавец. Даже няшные смайлики решили вступить в бой против моего мощного арбалетчика. Ну, конечно, им ничего не светит. Теперь это не смайлики, а дырявые шарики. А вон, кстати, их логово. Надо пойти размотать его. Хотя, по ходу времени-то и дед, крамосозы нападают с другой стороны. Отличный повод, чтобы забрать нового мертвяка. До такого, чтобы базу отстоял. Стандартный воин пошел махать своим мечом и щитом. Но надо бы ему еще подмогу замутить. А если мертвячину собирать с правильными костяшками, то будешь открывать рецепты. А сами скелеты будут мощнее. Совсем забыл про улучшение базы. Надо бы исправить этот косячок. Ох, какая солидная развалюха. Страшно прям смотреть на нее. А в погребной яме у нас появились уже и части тела от зомбарей. Можно уже и монстрика какого-нибудь собрать. Ужасающего. Вот, например, волшебного зомби-скелетона. Хочешь такого? Пожалуйста, собирай да выпускай. Вот только с телом надо определиться. Готов. Волшебный зомбарь-скелетон. С мечом. Ужасная зверюга. Смотри, как раскидывает молнии в разные стороны. И еще и мечом махает. Солдаты собрал. А до этого, видимо, так. Рухлить всякую собирал. Какое-то обострение кровососов. Летят и летят. Так и хотят мои кровушки испить. Хорошо, что скелетам пофиг. У них нет крови. Я же тебе еще книгу с рецептами не показывал. Вот она, собственно. Там мало еще рецептов. Но с этой книжки можно вытаскивать моих лучших воинов. Вот, например, зомби-мутанта. Мы уже можем с тобой по книжке собрать. Пожалуй, это мы и сделаем. О, какой, смотри, зомбарик. Одна рука тощая, другая жирнючая. Больше, чем он сам. Да, походу, эта жирная рука его не спасла. Быстро его пёсили и разодрали. А это что за гномы? Раньше мозг нападали, а теперь уже гуманоиды какие-то. Ничего себе, вот это ядорос. Раньше мухи какие-то нападали, а теперь уже и человекоподобные. Я заодно еще оружейную бронзовую эру открыл. Надо бы апнуть в своем замке. О, еще разок. Солидная башенка-то получается. Пришло время собрать дохлого орка. Груда широких костей. Сейчас посмотрим, как он будет разносить. Он же еще и волшебник. Ледяные глыбы будет кидать. Давай, поехали. Нормальный такой. В одну руку ему затолгал, значит, дубину, а в другую магическую книгу. И получилось ядреное месиво. О, шикарно. Отряд гномов и псин позорных. Сейчас мы им покажем, пусину мать. Я их должен расшатать вообще в щепки просто. Вот это я понимаю, мощь орков. Настало время полноценного зомбаря. Ну, на самом деле не совсем. Одна нога костлявая, она чуть длиннее, чем у зомбарей. Так что он кривой косой получился, но это не мешает ему воевать. Наконец-то я нашел, откуда эти гномы с псами позорными лезут. Фу-фу-фу, песили, останьте от меня. Кости невкусные. Я сейчас вас потравлю всех. Надо бы собрать еще одного бугая. Такого же орка, только с зомби ногами. Ух ты, какой мы сипучка. Дочапал наконец-то до логов врага. Сейчас будем месить эту базу. Ну и одновременно место, которое выходит из него. Один из скелетов откопал какую-то реликвию где-то. Дает всем мертвецам бонус к обзору плюс пять. Еще и зал кости откопали. Ну, вообще красавцы. Плюс четыре к приросту скелетов за каждый уровень постройки. По такому поводу и башню можно апгрейдить. Желательно два раза. Решил собрать зомби-орка-гладиатора, но вот с ногами сложности. Придется одну костлявую поставить. Думаю, не страшно. Ну, красавчики, мышцы, сила. Огромный щит, доспехи, топорики, разлетающие в разные стороны. Прям берсерк дикий. Сейчас заценим его мощь. Давай руби псину. Ну... Ну, как-то... Какой-то лошара накачанный зеленый. Ходит и все. Вот что это такое. Толпы гуманоидов все не могут угомониться и пытаются поджечь мой запах. Но мой отряд мертвяков идет их крушить. Черт, подери мой первый орк-волшебник сдох. Он был таким замечательным. Хотя, что горевать, я сейчас еще одного сделаю. Очуметь. Летающую тарелку нашел. Средневековый. Я знал, что НЛО существует. В общем, ковыряем эту консервную банку и забираем все нанотехнологии. Апнул свою некромантическую базу и теперь она просто нереально огроменных размеров. И выглядит так, что к ней страшно подходить обычным людям. Сломал тарелку и получил фундамент проекта возвращения. Это какие-то сверхъестественные технологии. Собрал крутого ассасина. А вот и людишки появились. Крестоносцы и копейщики пошли. Дожил до людей. Начинал это все с грибочков до всяких паучков. Главное, чтобы эти людишки и вправду меня не сожгли нахи к чертям. Собрал все материалы для фундамента. Создаем его. Ого, вот это фундамент. Огроменный алтарь. Может, я тут гигантов смогу призывать? А людишки все идут и идут. Ну и ничего, это нам даже на руку. Больше костей и мясца. Больше мертвичины. Ну, кстати, к нам еще и король взглянуть решил. Смотри, какой пузан идет он сверху. Создал под стать этому короля, коротыша, ментыка. Так что будут сражаться теперь вдвоем. Ну, вроде мой мертвец. О, это там это. На помощь королю пришли. Все. Черт, сдох мой скелетон. Надо мной никого создать. Зомби ассасин. Сейчас посмотрим, на что он способен. Надеюсь, он не развалится, пока дойдет до короля. Но прикрывать нашего зомбаря будет скелетон-арбалетчик. Делайте ставки, леди и джентльмены. Посмотрим, кто кого. Мой скелетон с зомбарем, либо армия людишек с королем. Пока все успешно, все хорошо. Походу, мы им сейчас навтыкаем. И сбросил корону наш пухлый король. И у короля, кстати, запчасти были крутые. Крылья гарпии. Надо их посмотреть. Вот они, смотри, какие крутые. У меня теперь крылатые мастерюганы будут. Настали черные деньки. Моя башня почти разрушена. Пришло время создать такого монстра, которого будут все бояться. С крыльями-арбалетами, башкой орка. Ногами зомби-орков. Туловищем с зомбарей. Винегрет какой-то получился. Мы вот и посмотрим, насколько он жизнеспособен. Крылья, короче, пускает какие-то иглы. Но учитывая, что войско людей идет в линию, эти иглы как бы, ну, не очень. Вот если бы они в разброс шли, нифига себе, сколько людишек-то пошло, да вы шо? Вся проблема в том, что у меня мана закончилась. Без нее я не смогу оживлять своих мертвецов. Все, походу, дни мои сочтены. Последние три скелета будут отбивать мою базу. Давайте, пупсики, я вас верю. Минус один. Так, осталось двое. Сколько людей-то пришаталось сюда опять, а? Все, загасите. Погрызанный костин. Все, сейчас меня точно на костре сожгут. А таташки сделают. Вот, например, черепки сожгем. У меня их много было. Один скелет готов. Сейчас, может, еще на второго насобираю. Ну, давайте, мертвички, я вас верю. Кривые косы, но вы должны спасти наш замок. Иначе всем кранты. Черт, а куда ты пошел? Ой, все, это хана. Поружение. Ну, что там? Ну, ты так понятно. Понятно, что поражение. Мы снова в моем замке. Ну, если более правильно выразиться, то мы загасились в моем подвале. Где можно обгрыжить вот эти чудо-вещи, усиливающие нас. Первое, что мы сделаем, это, наверное, покормим нашего кошака. За 100 золотых. Это самое дешевое, что можно сделать. Вот, теперь у него есть миска и мышка. По этому поводу мы теперь можем его призывать на поле боя. Он будет носиться по нему и собирать нам полезные минералы и кости. За 500 голды починим Тесла-катушку. Это позволит нам призывать молнии. Также портал починим, еще рабочий стол починим. Ну, и, может быть, кузню. Кузня позволяет нам ремонтировать наших мертвецов. Портал позволяет телепортировать их на базу. А рабочий стол с кислятиной всякой, вон там бурлящий, позволит выпускать газы из нашего отвратительного замка. Чтобы все подохли. Ну, а как это все мы будем использовать, ты увидишь в следующей серии. Если, конечно, тебе понравилась эта игруха. Ты поставишь много лайков под ней. Подпишешься на канал, если ты еще не подписан. Ну, еще подпишешься на Яндекс.Дзен, куда дублируются все ролики с Ютуба. Ну, а на сегодня это все. Напоминаю, что мы собрали еще не всех мертвецов. Поэтому увидимся в следующей ужасающей серии. Субтитры сделал DimaTorzok Добавил субтитры сделал DimaTorzok